46 призывных комиссий муниципальных образований приступили к работе. Призыв в этом году стартовал на месяц позже. Военкоматы посетят 15 тысяч человек. Из них в армию отправят примерно 10%. Остальные получат отсрочку из-за учебы, по семейным обстоятельствам, а также из-за проблем со здоровьем. Данная призывная кампания никак не связана с мероприятиями, проводимыми в рамках специальной военной операции. Это плановые мероприятия призыва граждан для службы на территории новых субъектов Российской Федерации, на которых сейчас введено военное положение. Проходить службы там не будут, призываться они туда не будут. В остальном география у нас прежняя, от Калининграда до Дальнего Востока. Переброска солдат к месту службы в другие регионы будет проходить самолетами и поездами. По Самарской области на транспорте воинских частей. Автомобилей много не понадобится. На малой родине останутся служить 300 человек. А дать долг родине можно будет также в МЧС и ФСО. Совместная работа, она имеет свои плоды, позитивные. И сейчас в состоянии здоровья граждан наблюдается определенная положительная динамика. В армию пойдут частично подготовленные призывники. Это водители и казаки. На альтернативную службу в этот призыв претендует 24 самарца. Они могут проявить себя на почте и в больницах. Правда, служить придется не год, а в полтора-два раза дольше. Воспользоваться этим правом они смогут при наличии весомых оснований. Во время призывной кампании будут соблюдать меры безопасности против COVID-19. Измерять температуру, проводить тестирование. При благоприятных обстоятельствах вакцинировать призывников. Продолжение следует...